Можете рассказать, какая сейчас обстановка в Луганске? Обстановка стабильно тяжелая, пользуясь ситуацией, как это всегда происходит, в войсках хунты концентрируются. Сейчас объявлен режим прекращения огня, который был нужен украинской стороне для спокойного проведения выборов в Верховную Раду. Пользуясь этим, украинская сторона, как обычно, концентрирует свои войска, происходит переформирование, происходит подвоз свежих сил русских к линии соприкосновения, так мы их сейчас называем. И мы готовимся к тому, что украинские войска нанесут удар. У нас назначены выборы на 2 ноября главы республики, и я думаю, что основная задача украинских властей была провести свои выборы, но не допустить наших выборов. Поэтому будет нанесен удар, мы в этом уверены. Мы его отойдем? Да, естественно. Однозначно мы готовы к этому. Ну вот, как поется в песне, в стихотворении, ружья снаряженные, пушки заряженные, все, ждем. Ради Бога, милости просим, пусть приходят. Они получат, тоже они получали на протяжении трех месяцев активных боевых действий летом. То есть мы их уничтожим. Хорошо. Расскажите более подробно о истории вашего подразделения. Дело в том, что информационное пространство, оно практически не фигурировало. Оно лишь в различных сводках, что бойцы подразделения Бэтланд сделали это, сделали это в частности фигурировало горы счастья. Можете подробнее рассказать о наиболее таких серьезных боях, которые провели в вашем подразделении? Ну, вы знаете, мы никогда не стремились к тому, чтобы афишировать или кричать на весь Белый Свет, о том, что какие мы герои, какие мы хорошие бойцы, какие замечательные воины, рыцари Света. Мы просто добросовестно выполняли свою работу. Военное дело предполагает мне, скажем так, не предполагает то, что нужно кричать об этом. Мы спокойно, нормально, планомерно выполняли свою работу. Мы защищали свою землю. Мы делали это, как могли, учились на ходу. И закалились в этих боях. Ребята сейчас у меня очень неподготовленные. В принципе, с самого начала обучения бойцов, но в прибывающих, или тех, кто уже находился в подразделении, это у меня было основным, основополагающим правилом. Обучение, обучение, еще раз обучение. Чем больше боец знает, тем живее он останется на поле боя. Поэтому основной упор всегда делался на обучение. Морально готовить их не нужно было. Дух очень силен, несгибаемый. Действительно, это защитники веры, земли, родных и близких. И поэтому становление воинов, как именно профессионалов, это происходило в процессе боев, в процессе боевых операций. О подробностях говорить не могу, но без ложной скромности могу сказать, что подразделения очень успешно, скажем так, на деле применяли все свои навыки. Один из моментов, который уже можно озвучить, он не секрет для всех, это, скажем так, боестолкновение, когда мое подразделение практически полностью уничтожило часть батальона, карательного батальона «Айда». Тот батальон, который проявил себя в процессе карательной операции, именно как и положено карателям. Это люди зверствовали на территории, на оккупированной территории, в том числе на Новосветловке, в том числе в Хрящеватом. На Новосветловке они особо постарались. Руки у них не только по локоть крови, они забрызганы кровью невинных жертв по самую макушку. И справедливое возмездие настигло этих карателей благодаря, в том числе и моему подразделению, это ДШРГ «Русич». Ребята очень серьезные профессионалы. Там все добровольцы, но для усиления эффекта украинское министерство правды, я так называю, Украфт-СМИ, они их причислили к боевому подразделению Главного разведуправления Генерального штата Российской Федерации, на чем мы очень долго смеялись, конечно, они с этими ребятами. Ребята абсолютно адекватные, нормальные. Это настоящие войны, настоящие бойцы. Вот. Последние бои под поселком, населенный пункт «Смелая». Вот. Под Бахмуткой. Когда украинские СМИ говорили о том, что они там 4 раненых бойца, значит, на тот момент уже было уничтожено около 30 единиц ворожской техники. Вот. Порядка 300 бойцов. Разных причем подразделений украинской армии. И... Естественно, вы знаете, вот как бы делить моем, это подразделение моем, мы в основной своей массе всегда воевали ключом, ключом другим подразделением. И назвать это моей победой, это было бы нечисто, и я как бы никогда не делился, не старался надеть на себя корону. Это была наша победа. Без разницы. Это принадлежали бойцы моему подразделению, ГБР Бэтмен, либо батальону Дон, либо батальону Леша, или там батальону Фотон. Мы делаем общее дело. И здесь разделы, тянуть на себя одеяло, это как бы, ну, не наше это. Это наше общее дело, наша общая победа. Вот. Принимали активное участие. Да. Победили. Победили все в насти. Хорошо. Есть какие-то проблемы сейчас у вас в подразделении со снабжением, может быть, с дурьом? К сожалению, да, к сожалению, раньше времени наступила как бы зима, то есть похолодание и очень серьезные проблемы у нас с обмандированием, с теплым. Конечно, по мере силы возможностей мы стараемся их решить, но вот, еще не в полной мере недостаточно. Ведя находится на передовой, все теплые яички, которые поступают через гуманитарную помощь, мы естественно сразу отправляем ребятам, те, которые находятся на переднем крае, на фронте, скажем так, сами как-нибудь там перебедуем. Но вот это вот основная проблема именно это теплые вещи, теплое обмандирование, зимняя одежда для бойцов. Ясно. И последний вопрос. Мы победим? Однозначно. Даже это даже не вызывает никаких сомнений. Обязательно победим. Хорошо. Спасибо. 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 .